Добрый вечер, наши дорогие любимые подписчики Instagram, блокнот Волгоград, вас очень-очень много. Я немножко поболтаю, потому что нам нужно всем понять, что происходит, собраться, потому что эфир у нас сегодня интересный, необычный и не для скептиков, потому что мы будем говорить только о самом мистическом, таинственном, о самом интересном и, конечно, о том, о чем люди обычно хотят узнать побольше. Сегодня наша гостья, у нас в гостях Валентина, она Мак, и первое, что она сделает, расскажет вам поподробнее о себе, чтобы вы уже знали, от чего вам отталкиваться, потому что, как всегда, все ваши вопросы прозвучат в прямом эфире блокнот Волгограда. Естественно, я буду убирать самые интересные и уместные, потому что напомню, что у нас вопросы теоретические практически, мы тут ничего сделать не можем, как видите, мы в самой обычной студии, но перейдем к рассказу о вас. Здравствуйте. Ну, хотела, конечно, бы сказать о себе, чуть-чуть скажу, которые переданы мне по наследству. По наследству и, как бы, с нашего поколения имеются книги, в которых изложены очень таинственные молитвы, заговоры, которыми я пользуюсь, и этими заговорами помогаю людям. Ну, расскажите, сколько лет вы уже этим занимаетесь? Может быть, вообще с детства, а может быть, уже в более взрослом возрасте пришли к этому? Ну, я пришла в более взрослом возрасте, не с малолетства, хотя бабушка моя занималась этими всеми ритуалами и помогала людям, помогала людям. При том, как я все это смотрела, смотрела, но никогда сама не пользовалась и не хотела бы даже пользоваться. Да, да, да. Но по времени и по возможностям, тем, что в жизни происходит, мы все люди, тем не менее, как-то обращаемся к этому. В детстве, когда я наблюдала, что моя бабуля делает, да, я присматривалась и не горела желанием знать все это. Но затем, когда все припекло, когда что-то надо было мне действительностью знать, я тоже к этому обратилась. И несмотря на то, что бабуля всегда говорила, вот именно ты будешь это все знать, я не верила, бегала, не слушала. Но когда уже сама попробовала, то почувствовала, что на самом деле я тоже самое все это могу делать. Но не из-за того, что вот это все прям вот сила такая во мне была, а были книги, которые сейчас находятся у меня, и которые были у бабушки, я их просматривала. Через эти книги я и получила эту силу, эту энергию. Конечно, энергия очень мощная, и когда ее касаешься, она дает свои плоды и свои результаты. И не всем вполне понятно, что такое мистическое. Кстати, уважаемые зрители наши, мы вас запутали тут, уже вот раз уж мы заговорили о мистическом, у нас тут что-то пошло не так. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, нашим зрителям вообще, что такое магия. Потому что, ну, понятно, вот человек, у него представление, там, я не знаю, у одного из газет он неусловно оракул, а у другого он глубоко православный, он по-другому трактует. Вот как это нужно на самом деле понимать? Ну, как это понимать? Магия, магия, конечно, это сила, сила, которая заключается в каждом из нас. Но не каждый знает, что может владеть тем или иным, вот, например, словом. Слово тоже имеет силу, слово имеет магию. Так как если мы что-то хотим сделать, да, или сказать, смотря как мы это произнесем и как мы все это скажем. Поэтому магия – это все вокруг нас. И как мы это воспринимаем, да? Магические действия, магические ритуалы. Они значимы, опять же, повторю, для каждого человека. Потому что давным-давно, издавне, каждый человек имел в себе силу знать магию. Но потом со временем это все как-то, может быть, стерлось или ушло. Вот сейчас наше будущее, да, но все равно стали как-то возвращаться опять в магии. Ведь было как-то одно время забыто вот это слово «магия», потом она опять восстановилась и пошла. Тем временем я напоминаю, что у нас в гостях Мак и Валентина. Вы можете присылать свои вопросы. Первый – я все вижу. Именно поэтому, чтобы никто не смущался, я периодически заглядываю в телефон, чтобы ничего не пропустить. В чем она заключается? Это, наверное, скорее всего, одаренные люди, которые могут как-то помогать людям. Выходить именно… Вот суть того, как помочь человеку в беде, да, и человек, ведущий магические какие-то действия, он принимает их, предпринимает и дает помощь людям. Эта магия, вот она заключается в чем еще? Вот в чем она у нас заключается? В том, что человек, если верит в это, он всегда получит результат. Если человек вот как бы слышит слово «магия», да, ну, пойду я схожу, посмотрю, что это такое, но веры нету, никогда не будет никакой помощи. Никогда не будет помощи. В любом случае связь идет, когда человек верит и идет с этим к магу, или там к ведуне, или к ясновидящей, ну, к любому человеку, кто одарен этими возможностями, то помощь, конечно, будет реальная. Люди начинают задавать вопросы, но прежде чем мы… Вот у нас спрашивают уже, можно ли изменить судьбу, но передайте мы точним про границы допустимого магии. Ну, предположим, ну, вот есть бородатый анекдот, лежит мужик, у него ни денег, ни жены, в общем, все плохо, лежит, молится, говорит, Господь, ну, пошли мне, пожалуйста, побольше денег, и лежит дальше. А Господь ему отвечает, мужик, ну, ты хоть вот лотерейный билет купи. А вот в плане магии, вот насколько она может сделать, насколько она может быть полезна человеку, ну, то есть как бы ее максимум, ее минимум? Здесь вот опять, может быть, я повторюсь, в любом случае это вера человека. Если он что-то задумал для себя, да, вот, например, как этот мужик, хочу денег, да, где мне их взять, но под лежачий камень-то вода не бежит, в любом случае, ему что-то надо будет, любому человеку что-то сделать, сделать самому шаг вперед, но в то же время уверовать в то, что если кто-то его направит на какие-то магические-то молитвы даже, да, даст ему, он прочтет это, пойдет именно с верой, у него это получится. В любом случае вера человека в магию всегда дает успешные результаты. Самое главное верить и, конечно, ну, совсем уж не бездействовать. Что-то делать, делать с верой. Если он будет сидеть и думать, что падать, будет на него там звездочки золотые, он будет собирать их в ладони, такого не может быть, потому что это волшебство палочкой, как бы это, если не волшебство, палочкой махнул, и вот это все летит на нас. Нет, к этому надо идти, этого надо добиваться, но и в то же время предпринимать те действия, если специалист по магии направил этого человека вот на что-то, он должен это делать. Сделает с верой, получит результат того, что он хочет. А вот тут мы переходим к вопросу о существовании, ну, говорят же, есть черная магия, есть белая магия. Кто-то верит только в одну, кто-то верит в другую, кто-то говорит там, ну, условно, я не знаю, очень часто можно встречать, что-то говорят там, это от лукавого, а другие говорят, что нет, вот только белая магия хорошая, черная плохая. Вообще вот в чем разница, что это такое, имеет ли это вообще место быть какое-то деление? Я отвечу, что черная и белая магия, она всегда соприкасается, всегда соприкасается. Я вот, например, занимаюсь только белой магией, но приходят такие как бы работы, в которых ты как-то все равно краем заходишь на черную магию, и они последствия, хоть та магия, хоть та. Я не хочу сказать, что магия, кто обращается к ней, что это все прям очень хорошо. Я не хочу так сказать. Если все, работа идет от А до Я правильно, читается, делается работа в действительности специалистов, она не навредит никому. Черная магия, это на самом деле от нее всегда как-то край надо идти, потому что там есть последствия, очень сильные последствия. Смотря на какую ступень человек хочет зайти в черной магии, она бывает и разрушительная. Черная магия может быть и созидательной, но очень редко и очень мало. А в основном она разрушительная, поэтому здесь одно слово разрушительное имеет все, что черная магия, она вот именно имеет такие свойства негативные. Белая магия, она может созидать, она может давать, улучшать, помогать, но тоже надо обращаться к ней очень внимательно, очень аккуратно, чтобы не получить для себя какие-то последствия. Потому что за последнее время есть много людей, которые обращаются сами к магии, не бедуя ее, не зная. Ну зайдут там в интернет, посмотрят, почитают, думаю, я сделаю сам. А потом думают, откуда же вот это все у меня за плечами сейчас тянется, вот эта тяжесть, вот этот груз, от которого они не могут избавиться, но понимают, что с ними что-то происходит. Потому что они залезли туда, а в любом случае энергия, магическая энергия, она всегда видит людей, кто вот раз что-то захотел, да, залез туда, он получит эту энергетику, но не будет с ней справляться, потому что не зная, что это такое, он для себя сделает вред, и очень большой вред. Последствия, которые могут оказаться, человек потом оказывается одержимым. От чего? От того, что он залез в некуда и получил то, что ему не следовало. Он не знает с ней обращаться. Но при своем любопытстве, что он сам это сделает, получает, конечно, вот такие ему может получить, такие неприятности. Как сила энергетики, которая называется одержимость. Это из-за того, что человек, не знающий, лезет в белую магию. А в черную залезет, еще хуже для себя сделает. У нас в гостях профессиональный маг, при этом призывает нечасто пользоваться магией, и только на благо. Вот неожиданно, на самом деле, потому что, естественно, все всегда уверены, что если человек что-то умеет, то он пользуется этим регулярно, во всех возможных случаях. А вот у нас такой вопрос, возможно, вы, разумеется, можете на него не отвечать, потому что он очень личный, на мой взгляд, угадаете ли вы своим родным и близким? Ну, да, конечно, потому что молодые особы очень часто прибегают ко мне посмотреть на кофейную гущу, карты Тару, чтобы я им раскрыла, так как они хотят всегда, даже ежедневно, чтобы я это им открыла и посмотрели они. Но я им не советую постоянно пользоваться этим. Ну, как бы, знаете, даже карты Тару, они имеют свою силу рассказать очень большую информацию и о прошлом, и о настоящем будущем. Но как часто прибегать, я не рекомендую это делать. Если в действительности что-то серьезное стало, что надо посмотреть по картам Тару, да, это надо открыть, это надо посмотреть. Но если каждый шаг свой контролировать через карты Тару, ну, это уже не есть хорошо, это вред, вред даже самому клиенту, даже моим родственницам, которые очень часто любят это делать. Но я и не стараюсь так, чтобы они вот постоянно вот это... Открой мне, пожалуйста, кофейную гущу. У меня сегодня сон был такой. Вот по сну и посмотрим. Вот какие у вас сновидения, по ним и посмотрим, что вам приснилось. И примерно я скажу, что у них там может произойти. Стараюсь часто им не открывать. И не рекомендую частое открывание карт Тару. Тут у нас звучат и такие вопросы очень персонализированные, и теоретические. Мы можем обсудить только теоретические. Если какие-то именно касающиеся лично вас, ваши какие-то специфичные ситуации. Вот это мы, к сожалению, сегодня сделать не можем. Но у нас все контакты Валентины указаны в нашем профиле. Поэтому зайдите, ознакомьтесь, напишите лучше в WhatsApp. Мы мне говорили, что лучше в WhatsApp – самый оптимальный вариант. И, кстати, раз уж мы заговорили про то, что узнать судьбу, вот как раз прозвучал вопрос, а вообще все ли у человека предрешено? А если не все, то что конкретно? Вот нельзя изменить совсем никак. Вы знаете, вот то, что все предразрешено в судьбе. Да, судьба у каждого человека и своя. Но и в то же время мы можем свою судьбу и корректировать. Можем. В каких случаях? Например, что-то, да, вот у вас должно быть вот сейчас во себе, вот уже наметили, я вот сейчас пойду в магазин, куплю себе шикарное платье. Вы себе считаете все, вот шикарное платье я куплю, это уже мое предназначение. И так же вы думаете, ну да, она может быть, как все мы говорим, судьба. Мы пошли в магазин, купили это платье. Но бывает так же, что мы не это самое платье выбираем, которое мы хотели бы купить, а покупаем другое. От чего? Вот как вы думаете, от чего? Ну, в случае, наверное. Более случая. Вот поэтому, что мы говорим, что судьба и все, вот ее не изменить. Нет, мы порой сами можем поменять что-то, то, что мы хотим, к чему мы идем. Потому как судьба есть, но есть еще наши мысли, которые материализуют нас. Материализуют нас. Поэтому то, что мы желаем, например, приобрести или там что-то сделать, мысленно мы себя уже озадачили этим, мы к этому можем и прийти. И это не обязательно будет, что это свершилось то, что по судьбе нет. Наши мысли еще сильнее даже нашей судьбы бывают. Они нас материализуют и приводят совсем к той или иной ситуации. Я знаю, понятно. Ну, вот я молодая женщина, что волнует большинство молодых женщин? Наверное, там, замужество, дети. Ну, и мужчин, соответственно, перекладываем на их пол. У них там, я не знаю, ну, вряд ли, конечно, мужчина хоть думает, Боже, женюсь ли я в этом году, но тем не менее. Вот такие моменты, как время рождения, брак, рождение детей, смерть. Вот это никак нельзя изменить? Ну, знаете, подрассчитать вот именно все то, что замужество можем подрассчитать, да? Что вот в это число я выйду замуж, это замужество и будет, да? Это число уже определенное. Опять же, определили мы мысленно, что мы же мысленно-то определили, что это будет число, вот будет это у нас свадебный процесс, допустим, да? Но изменить многое можно, очень многое. Например, если вы хотите быть с одним человеком, этот человек на вас вообще не смотрит, а он вам нравится. То есть из действительности, Даша, можно изменить ситуацию. Изменить так, в пользу вас, обратиться в действительности к высшим силам, сделать тот или иной обряд и получить желаемое, то, что мы хотим. Это все есть, было и будет. Поэтому вот изменения такие, это не говорится, что вот прям вот все, судьба, она не вышла у нас, не получилось. Мы ее изменить можем этим путем. Часто же бывает, например, что девушка любит парня, да, он не отвечает. Или у них, например, были какие-то отношения, они разорвались по какой-то причине, да? И эта причина вот не удалась или тому, или этому человеку, или девушке, или парню, да? Я на секунду вас прибью. А если это причина соседка, например, условно? Вот я про это хотела вам сейчас сказать, что, возможно, там кто-то и встал, встал между вами. А вот если это стал человек, который, да, вот хочет разрушить вашу идиллию, здесь можно побороться тем, что ее можно устранить. И устранить при помощи магии. Вот она, эта магия, которая существовала с покон веков, и она всегда будет, была и будет. И она помогала людям воссоединиться, помогала людям найти ту любовь, которая на самом деле мимо проходит. Проходит, да, вот девушка, да, у нее вот постоянно что-то не ладится. Вот ребята мимо проходят, ее не видят. Вот она магия, которая может к ней подойти с верою, получить то, что должно быть ее, не отдать другому. Условно, как говорят, история вымышленная, имена придуманы. Если есть Петя и Васи, не обижайтесь. Там, я не знаю, Петя встречался с Катей, а Катя ушла от него к Васе. А вдруг вот Васе, ее судьба на самом деле. Тогда Петя не сможет вернуть Катю? Ну, здесь вот для этого есть коррекция, чтобы посмотреть именно судьбу того, другого человека, увидеть по судьбе. Или на самом деле есть пересечение ихней линии в жизни. Если она есть, то можно это подкорректировать. Если их линии расходятся, а она желает, чтобы, да, он был только со мной. Но линии жизни не сходятся, их не то, это невозможно сделать. Можно человека привязать, как бы, да, вот, магической привязкой. Но это будет насильственная, как бы, это не ответная любовь будет, насильственная. Так как линии их не расхожи в ихней жизни, а мы их завязываем в обратную сторону. Обратная связь, она всегда имеет побочные действия, потому они будут вместе, но потом через какое-то время у них начнутся там какие-то передряги, которые будут создавать им помехи в жизни. Поэтому, если в любом случае человек просит, чтобы, да, я хочу быть с тем или иным человеком, надо рассматривать, есть ли пересечения по ихней линии жизни. Если это есть, то всегда на 100% возможна работа, которая принесет 100% результат. В идее, в идее. Если этой линии нет и пересечения жизни, то привязать, сделать можно, но последствия обязательно будут. В судьбе для этого зайдите в наш инстаграм, у нас там есть все контакты Валентины, и сначала выясните, стоит ли того, нужны ли вам все эти значения, потому что ранее мы обсудили, что последствия будут прискорблены. При помощи только специалиста. Так я поэтому вас рекомендую. Который может открыть что-то им и увидеть, а что именно, это можно осмотреть по воде, карты Тару дают информацию, кофейное гуще, увидеть жизнь этого человека, его судьбу, его линию. Если на самом деле там есть какие-то возможности, чтобы эти люди были вместе, специалист всегда подскажет и сделает. Но самому вот сделалось решение, да, я вот этого хочу, все. Даже грамотный специалист никогда не будет браться с ваших слов, например, я хочу это, это. Обязательно скажет, вы это хотите, сначала увижу я, возможно ли это все сделать. Если возможно, я вам помогу, потому что я сама тоже не за все работы берусь. Если я вижу, что есть смысл, в действительности, чтобы эта семья была в порядке, не разрушить ее, потому что частенько бывает, что сейчас в нашей жизни семья, все хорошо, все благи мира возле их ног, но у него или у нее любовник или любовница. Вы сами знаете, что частенько сейчас это и есть в жизни. Поэтому приходят, потом начинают как бы восстанавливать отношения или разрывать эти отношения и говорят, все, я с ней не хочу быть, я хочу быть с той, допустим, да. Когда я уже вижу, что там идет обман или неискреннее, неискреннее их отношение, я клиенту своему это сообщаю. Не торопись, с выводом посмотри, здесь нет искренности, здесь есть только меркантильность, поэтому не разрывай свою семью, не ставь под угрозу именно разрыв отношений семейных. Подожди, возьми таймалу, ты посмотри, что она себе представляет. Через некоторое время она покажет себя так и так и так. Примерно уже подсказываешь клиенту, как надо посмотреть с другой стороны на этого человека. Тогда на самом деле я очень много спасла семейной пары. Клиент приходит, просит одно, а видишь, что там совсем другое и не идешь на поводу у клиента, а именно подталкиваешь к той или другой ситуации, чтобы он рассмотрел истинное лицо того человека, на кого он уже сделал акцент, например. Ну, то есть человеку, наверное, нужно самому сначала разобраться, а если уж никак не получается, обязательно поможет специалист в этой ситуации. Вот так вот часто мы с вами заблуждаемся, наверное, не только в любви, наверное, еще и в делах каких-то своих, потому что у нас очень много вопросов, как привлечь удачу. Ну, это неудивительно, потому что мы живем в очень бедном городе и, конечно, вот хотелось бы узнать, это только специалисты или, может быть, подскажете какие-то небольшие способы, которым до прихода к специалисту, допустим, если ситуация плачевная, человек хоть как-то себя может поддержать. Так вот, про наш бедный город, да? Скорее всего, не бедный город. Город как город, как и все города. Но зависимость от нас, людей, что мы делаем, как мы хотим это сделать. Бывает, да, желание у нас что-то сделать не получается, нет возможности. Мы хотим, что-то бьемся, не можем пробить, но надо повернуться и посмотреть, почему у нас не получается, отчего. Ведь с покон веков существовали вот такие маленькие молитвы или заговоры, когда ты выходишь из дома и что-то ты хочешь сделать, ты, выйдя из дома, прочитал эту молитву, даже коротенькую, вышел, а тебе ниоткуда возьми, все идет как по массу. Отчего так? Потому что есть, они же были, эти молитвы, с покон веков, давным-давно. Их никто же не убрал, вот с книг, судьба, но все это есть. Ну, конечно, кто-то ведает в этом, кто-то не ведает. Но у каждого в семье есть, вот, например, старые люди, я не знаю, что, выйду я из дома, перекрест положу, Господи, помоги мне в моих делах, даже так, да, и всегда Боженька услышит и поможет. Но есть и другие такие заговорные молитвы и заговоры, да, когда мы можем прочесть, видите, и получить желаемое. И когда удача будет поворачиваться к нам. А до этого, вот, например, пошел, вот стучусь, стучусь, дверь не открывается. Тут я прочитала эту молитвечку краткую, а дверь-то открылась, и все получилось. И откуда у меня пошло вот этот денежный магнетизм ко мне? Пошли денежки. Отчего? Потому что я прочитала. Есть заговоры, заговоры на удачу, есть заговоры на притяжение денег. Ими надо пользоваться, и зная когда, в какое время, в какие лунные фазы. Всегда помогает и всегда приносит удачу. Поэтому город у нас, может быть, и беден, но где-то мы скудны в своих знаниях. Если у кого-то, на самом деле, частенько получается так, что вот работает, ничего не выходит. Руки из рук деньги утекают, как водичка. Деньги приходят и уходят. Вот есть проблема, значит, где-то. Эту проблему надо купировать, закрывать, и все, опять встанет на свое место. Часто же, когда человек везучий, потом раз, что-то уходит, все, ничего не получается. Из-за того, что бывает, посмотрели на нас не так, пожелали нам спину не то. И откуда вот все, плечи понурые, у человека ничего не получается. Очень много завистников, которые даже, можно сказать, они не напрямую хотят там что-то навредить, а вот просто посмотрели, да, сглазили. Почему есть слово «сглаз»? Потому что на самом деле, вот посмотрели, позавидовали, и вот этим нанесли какой-то урон человеку. Приходит домой человек, зевает, плохо ему все, а он не знает, что с ним происходит. А его поглазили. Поглазили даже по работе, по его удаче. Вот тебе удача уходит. Потому что это есть сглаз, плохое слово в спину, наносное слово в спину. Это не говорится, что топор же сделали. Просто вот обычный человек может нанести урон другому человеку, даже не думая о том, что он это сделал. А он сделал. Потом приходим откуда, водичку взяли, почитали, допустим, да, помыли. И эта вода соленая оказалась. Простая вода. А когда читаешь молитву на сглаженного человека, почитал, смыл, она соленая оказывается. Отчего? Потому что стоял большой сглаз. Незаметно откуда взялся, но он был. Он дал помехи, он дал человеку то, что у него ничего не получается. Все, он спотыкается из-за того, что сглазили. Вот такой маленький сглаз может такие проблемы нанести. Ну, в общем, все очень плохо финансово. И вы как-то не знаете уже, как исправить эту ситуацию. Я у нас есть рекомендую зайти в инстаграм блокнота Волгограда, потому что там размещены контакты Валентины. И писать лучше на WhatsApp, потому что так удобнее, так привычнее. И вообще WhatsApp очень удобная вещь. У нас как бы прогресс. Нам уже не нужно никуда ехать, спешить. Всегда можно договориться и заранее все с вами обсудить. Правильно? Конечно. Предварительная запись. А тут, кстати, задают вот такой кадрзный вопрос. Помогаете ли вы злым людям? Не могу полностью расшифровать авторскую интенцию, что тут нам хотел сказать автор. Но, видимо, с какой-то, наверное, дурной просьбой приходит. Может быть, кому-нибудь навредить. Или, может быть, человек сам по себе не очень хороший, многим сделал зла, но теперь себе хочет. Хорошо. Будете ли вы ему помогать? Видите, сейчас я в прямом эфире. Но, скорее всего, может, даже этот человек меня и видит. Но я скажу примерно то, что у меня была такая ситуация. Конечно. Пришел ко мне на личный прием мужчина. Он военный. Ну и примерно, когда ко мне приходят клиенты, я их сразу вижу. Кто и что, с чем они приходят. Он зашел. Очень был в таком состоянии воинственном. Как бы, ну вот что ты знаешь? Расскажешь ли ты мне то, что я хочу? Он ничего-то не сказал мысленно в глазах. Это все я его прочла. Я сказала, ну, садитесь. Садитесь и успокойтесь. Что вы так взволнованы? Он говорит, я пришел к вам посмотреть, что вы мне сможете помочь или нет. И я хочу наказать одну женщину. Я, конечно, выслушала его. Я говорю, давайте мы разберемся с вами, в чем причина, почему вы ее хотите наказать. Ну и пока я с ним разговаривала, я смотрела, наблюдала за ним. Посмотрела, что он весь, весь, понимаете, на эмоциях. Если даже сейчас ему что-то не скажи, эмоции выйдут из края. Под контроль, как бы потеряет контроль над собой человек. Конечно, у меня личный кабинет, я сижу, вот он напротив меня. Сергей его звали. Сергей, мы сейчас все расскажем. Вот я Сергею сказала, что Сергей, дорогой, успокойтесь. Сейчас в данный момент ваши эмоции перехлестнули ваши мысли. Ваш разум сейчас не работает. Я сейчас посмотрю, в чем причина, что вы хотите сделать. Да, он запросил, чтобы эту женщину я бы как бы увела по черной магии. Конечно, я открыла карты Тару, посмотрела все, что там у них произошло. Рассказала ему, что это жена его брата. Сильно ему на самом деле навредила. Навредила через магию. Она разрушила полностью его мужское и самолюбие, мужскую силу. Все. Он стал просто человек в оболочке и всего лишь. Она, да, пользовалась черной магией, она ему навредила этим. Затем, когда я посмотрела всю суть этого, чего-то все произошло, нашла причину, сказала ему, понимаете, вы многое время ее своим характером гнобили. Вы ее поставили вот в это состояние, чтобы она против вас стала. Она, да, сделала этот обряд. И в обряде, когда они поругались, она все рассказала, что да, я сделала тебе то-то, то-то, и ты жить теперь не будешь. С этой отместкой пришел он ко мне, что вот только это мне надо, по черной магии убрать ее. И, в принципе, по тому, как мы с ним общались, как мы с ним поговорили, я его вела именно от этого. Я не стала, я к черной магии тоже не очень сильно люблю обращаться, стараюсь в редких случаях к ней подходить. Но, что хочу сказать, если Сергей сейчас даже меня видит, он, наверное, тоже поблагодарит меня за это, что я его от этого полностью вывела, во-первых, с этого состояния, что на него было наведенное. Сделала мир, мир в их семье, потому что они даже с этой женщиной, со Снохой, это Снохаеву, подружились. И она потом тоже ко мне пришла, как бы то, что она делала, чтобы ей помогла убрать это подчистую. И вот это зло, которое в нем сидело и хотел этот заказ сделать, у него прям как канул воду. Он понял, что на эту тропинку вставать не надо ни в коем случае. И также поправил ее, свою Сноху, что вот как бы, может быть, там, маленечко усовестовал ее. Она тоже это поняла, и на приеме на моем, когда она у меня была, тоже я это подвела, что ни в коем случае больше к этому не касайся, у тебя дети, а черной магией всегда отговариваю. Вот так, человеку вам зло, а вы ему конфетку. Вот конфетку на самом деле, потому что навредить всегда, навредить можно, но снять этот отряд очень тяжело. Простого этот обряд провел, но когда потом убирать его, снимать этот негатив очень тяжело. Долгое время для этого надо будет, чтобы убрать вот черную порчу. Если черная работа сделана, она снимается очень-очень долго и очень трудоемко. Тут вот девушка Зоя спрашивает, а возможно ли консультация на расстоянии, если я в другом городе? Нет. Расстояние не имеет никакого значения, если какой-то конкретный вопрос, мы его рассматриваем, решаем, и также провожу весь обряд или ритуал какой-то на расстоянии, который имеет такой же эффект, как бы и на личном приеме. Вот, ну, людям, конечно, хочется узнать о каких-то домашних обрядах, которые они могут... Ну вот, ну понятно, что не у каждого есть возможность прямо сейчас к вам обратиться. Может быть, кто-то запланировал, но сейчас ситуация тяжелая. Ну вот, я вижу, что действительно спрашивают и про стоимость приема, и все остальное. Господа, у нас все-таки публичный прямой эфир, потому что у людей много вопросов, мы ничего не успеваем. У нас есть контакты Валентины. Вы напишите, пожалуйста, обратитесь. И вот какие-то такие личные вопросы уже с ней. Сейчас мы возвращаемся к нашим теоретическим вопросам. Ну вот, что они могут сделать дома до того, как прийти к вам? Ведь есть же, ну, там, в любой культуре, ну, просто никакой, кроме русской, к сожалению, сказать не могу, ну, там, подковы те же самые, орнаменты делали, вышивки на полотенцах, на окнах, на всем на свете. А вот сейчас в современном мире что-то такое возможно, и действительно ли оно работает? Ну, так скажу вам, Даша, что на самом деле, что издавне, да, что издавне вот были вот эти все приметы, они работали. И в данный момент в нашей жизни тоже очень много примет, когда мы можем выходить из дома, что-то сказать какие-то, например, три слова, которые нам будут нас нести, и с нами все будет хорошо. Есть и предметы, которые можно с собой тоже брать. Так, наговоренные тоже будут защищать нас везде и всюду. Все это есть, все это есть, и как бы оно несет, несет именно как бы сохраненность человека. Ну, то есть человек может сходить к вам с каким-то предметом, который вы заговорите, он будет носить его постоянно, и там на регулярной основе, допустим, если у него напряженная работа или какие-то другие обстоятельства, он может не прибегать к помощи магии. Обереги, которые, например, мастер наговорил, и этот оберег носит клиент, да, и он всегда будет защищать. Например, я делаю обереги на камне, всегда камень. Камень, который идет вот именно по вашему, по вашей жизни, укажет человеку, есть свой камень. Наговоренный камень, он и защищает, он и несет как бы и удачу, на что наговорено, да. И если кто-то даже вам вредит, даже вот возьмем этот простой же сглаз, камень начинает иметь маленькую трещинку, он берет все на себя. Камень имеет свойство как бы притягивать вот это негативное, а человека защищает. Поэтому обереги, они как всегда были и будут, смотря только на что наговорено. Есть камень, есть, например, даже булавочка, которая тоже будет нести защиту для нас. Любой предмет, который человек, например, любит, или там браслетик, что-то вы для себя носите, можно наговорить, который будет как защита. Как защита будет спасатель, ваш спасатель. Давайте завершим, у нас просто кончается время, какой-нибудь доброй такой темой, потому что у всех у нас есть папы, мамы, бабушки, дедушки, и, к сожалению, часто мы с ними уже не рядом. А можно ли как-то почувствовать, связаться с вами умершими родственниками, ведь когда человек умер, действительно, ну, на что еще уповать, кроме магического? Ну, просто больше не на что, очень хочется быть с ними рядом. Возможно ли это? Ну, знаете, как я им вот в этом вопросе отвечу? Дело в том, что к нам ко всем приходят сны, да? И во сне мы можем увидеть своих родственников умерших. И они обязательно к нам придут с помощью, с какой-то помощью, с подсказкой. Только мы должны быть внимательны к этому сну и его как бы разгадать. Вот с чем там пришла бабушка к нам во сне, да? Возможно, она приснилась нам от чего-то нас предостеречь. Предостеречь. Внимательно рассмотреть свой сон, не пропустить через руку его, через окно. Мы всегда получим ту или иную информацию именно от умерших родственников. Потому что, приходя к нам во сне, или, возможно, даже такой наяву приходит, то они нам как несут защиту или какую-то подсказку, как есть это всегда правило такое. Пришли умершие, да, во сне нам, наяву даже, когда приходят, они приходят с защитой или подсказкой, что где-то человек должен себя в чем-то или остановить, или наоборот, перейти эту грань. Поэтому эти подсказки, они очень должны быть внимательны для нас. Но не все мы к этому прислушиваемся, да? Поэтому в любом случае надо быть внимательны к саму себе и тому, что мы видим. Ну, знаете, как бы вызывать, Даша, вот эти умершие души. То есть это уже вот то, про что я говорила, границы вот этого магии волшебства, энергии, уже это, к сожалению, не получится, так я понимаю. Оно есть. Оно было и есть, и будет всегда. Но вызывать души, вызывать души, да, вот, например, бабушку хочу я вызвать, мы, конечно, ее маленечко побеспокоим, эту душу, да, и потом за это тоже будем нести какую-то ответственность. Но если это необходимо, что-то узнать, нам вот пропал человек, да, и бывает такое, что вот к кому я обращусь. Я делаю такой обряд, вызываю души, души родственников или мертвых. Кто мне может это рассказать? Это идет, например, такой обряд связан с ручкой, с дверной, с окном и с душой умерших. Делаешь этот обряд, очень сильный ритуал, полночь делается, вызываешь ты эту душу, разговариваешь с ней, и она тебе подсказывает, где вот, например, на чем вопрос стоит, на этом вопросе будет конкретный ответ. Есть такое все, есть, да? Спасибо вам большое, очень интересный эфир, который, к сожалению, у нас технически уже завершается. Спасибо вам большое, что были с нами. Я еще раз напоминаю, что у нас была в гостях Валентина, специалист в области магии. Если вы хотите задать какой-то свой личный вопрос, или, к сожалению, я за обилием ваших комментариев не увидела или не прочитала ваш вопрос, обязательно обратитесь к Валентине. Все контакты есть у нас в инстаграме блокнота Волгограда, желательно писать на WhatsApp. Всего вам доброго, хорошего, мы, увы, выключаемся. Всего доброго.